Приветствую вас! Нет, ну, вы понимаете, отношения можно строить, в принципе, с любым человеком, вот, даже с человеком, у которого есть откровенные какие-то такие патологии, да, вот, с таким человеком, в принципе, тоже можно строить отношения. Другой вопрос, только, что это будут за отношения, вот, то есть вопрос о том, ну, какого рода это будут отношения, да, вот, и насколько эти отношения, например, могут, там, допустим, устраивать вас. Мне кажется, в какой-то степени совершенно очевидным тот факт, что человек на фристайле, это человек достаточно спонтанный, да, то есть это человек, который живет тут в определенной спонтанности, вот, и он, как бы, не знает, что с ним будет завтра, не знает, что с ним будет послезавтра, вот, хорошо это идет. Плохо мы сейчас обсуждать не будем, потому что это не столь важно, вот, то есть тут вот, ну, как бы, момент здесь, он именно вот, именно вот в этом моменте, что, это такая вот тотально выпьющая спонтанность, да, это вот такая выпьющая, я бы сказал, творческость, очень красивое слово, да. И, соответственно, человеку крайне сложно будет с таким типом взаимодействовать, если сам человек тягатеет к, там, например, к контролю, если человек сам тягатеет, там, к каким-то таким моментам и вещам, да, связанным с, там, ну, с стабильностью и с определенностью. Вот. И вот это вот, наверное, то, что нужно учитывать обязательно, потому что вам будет крайне сложно и трудно взаимодействовать с таким человеком, вы будете им недовольны, вы будете его обвинять, вы будете, как бы, как бы, ну, относиться к человеку с некой, ну, с некоторой такой вот тревогой, что ли, да, потому что человек, как бы, будет держать вас в постоянном напряжении, вот, поэтому, как бы, можно, но вопрос в том, вопрос в том, а стоит ли, да, как бы, и вопрос в том, ну, ваш ли, ваш ли это человек, понимаете, вот, потому что, может быть, с таким человеком вам будет лично, ну, лично вам будет просто тяжело и трудно, это тоже нужно иметь в виду. Вот. А, значит, вот. Часто люди, вот, на престеле, как вот вы, ну, как вы говорите, это люди, которые, я бы сказал, ну, в какой-то степени, может быть, не хотят, или, там, боятся ответственности, то есть это люди, избегающие ответственности, в какой-то степени. Вот. И если, если для вас, ответственность, это не пустой звук, да, то есть, как бы, если для вас ответственность что-то значит, если вы, там, человек ответственный, ну, если вы позиционируете себя как ответственного человека, да, вот, то такой мужчина, я бы сказал, вам, наверное, скорее не подходит, чем подходит. Ну, вот, например, там, если мы про мужчину, если мы про мужчину говорим, если мы говорим про, там, что-то другое, да, если мы говорим про друзей или про коллег, то это немножко, там, уже немножко другая история, немножко другой переход. Вот. Ну, вот, в принципе, то, что можно вам сказать, то, что можно ответить к вам, с точки зрения, ну, вот, с точки зрения психологии, да, наверное, с точки зрения того, в целом, как мне это видится, например, например, вот, хотя вы, ну, довольно мало, на мой взгляд, дали информации, да, то есть, можно было бы побольше, и предстаю, что такого нужно как-то вот, ну, подробнее немного, потому что в слово подставил, в принципе, в принципе, вкладывается, как бы, ну, ну, разные значения, разные значения, значения могут вкладываться в подставил, ну, вот, в это выражение, вот, поэтому, хотелось бы, как-то вот, более подробно ответить, что такое вставил, вот, и, что вы понимаете под, что вы понимаете под вставил. Вот, я надеюсь только на то, что вы как-то вот, раскроете как-то этот момент, донесете его до нас, по крайней мере. Вот, ну, что, все, в принципе, я думаю, на этом можно закончить мой ответ, я надеюсь, что это было полезно для вас. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!